Русская служба новостей В Абхазии запускается Шуховская олимпиада для желающих поступить в Белгородский государственный технологический университет. В Агу прошла онлайн-сдача вступительных экзаменов для абитуриентов российских вузов, поступающих по лимиту Россотрудничества. Русская служба новостей В первом чтении приняты такие важные проекты законов, как о государственной службе и жилищный кодекс. С очередного заседания сессии Народного собрания репортаж Алики Трапш. В окончательном чтении утвердили бюджеты фондов репатриации и государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Также в окончательном чтении депутаты приняли часть 4 гражданского кодекса. Проект закона регулирует права на интеллектуальную деятельность и индивидуализацию. Мы говорим, например, об авторстве произведений науки, литературы, музыки, песен, логотипы, бренды. То есть все это нужно защищать в установленном законном порядке. Граждане обращались с просьбой разъяснить, каким образом результат их интеллектуальной деятельности может быть защищен в Республике Абхазия. Но защита сама по себе есть, понятное дело, у нас есть общего характера судебная защита. В то же время для того, чтобы те или иные вопросы не доводить до суда, необходимо иметь документы по регистрации результата твоей интеллектуальной деятельности. В этой связи регулирование отношений в этой сфере будет, на мой взгляд, востребованным. Парламент внес изменения в некоторые законодательные акты в сфере борьбы с незаконной добычей криптовалют. Изменения предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 1 года до 3 лет с конфискацией оборудования. При первичном подключении к сетям, если действия не содержат уголовно наказуемого деяния, у нарушителей конфискуют оборудование. Также будут изымать и трансформаторы. Конфискация будет осуществлена на основании решений суда. У кого-то 2-3 майнинга, мы это смотрим, ищем, а где трансформатор целенаправленно на добычу криптовалюты, мы не изымаем трансформатор. Это, я считаю, неправильно, поэтому внес такую поправку, если поддержите, то будет хорошо. И не будет у нас проблем, и как раз и трансформаторы будут в Черноморье Нерго. Решение этого вопроса чрезвычайно важное для энергетики Республики Абхазия. И депутатский корпус считает, что большая доля дефицита электроэнергии связана именно с незаконной добычей криптовалюты. Поэтому мы идем на то, чтобы усилить эти нормы максимально. Надеемся на соответствующие органы, что они будут добросовестно все это исполнять. Во втором окончательном чтении принято постановление о урегулировании оборота устройств для потребления никотина, содержащей продукции, их составных частей и элементов. И в парламент были обращения педагогического состава, родителей в школах обратить внимание на то, что дети имеют беспрепятственный, по сути, доступ к приобретению этих устройств доставки никотина, так называемые вейпы. Соответствующий запрос мы направили в Министерство здравоохранения Республики, которое высказалось о крайне высоком риске различных заболеваний, в том числе очень тяжелых. И в целом, что вред чрезвычайно высокий от этих устройств. В первом чтении законопроект в целом был принят. Единственное, вот, Давид Витальевич, вы сказали, там сроки вступления в силу этого закона были предложены изменить на 1 марта. Соответствующая поправка подготовлена. Прошу вас поддержать во втором и окончательном чтении. В первом чтении принят проект закона о государственной службе. Законопроект регламентирует систему, принципы, порядок поступления на службу, ее прохождение и увольнение, права и обязанности госслужащих, ограничения и запреты, связанные с государственной службой, требования к служебному поведению госслужащих, условия оплаты труда, социальные гарантии и другие аспекты. Также представленный вам законопроект вводит требования об обеспечении беспрерывной работы государственных органов по направлениям их действий, деятельности, имеющих важное значение. В качестве одного из элементов антикоррупционного механизма следует также рассмотреть положение законопроекта, предусматривающее обязанность гражданина, поступающего на государственную службу, а также обязанность государственного служащего, ежегодно представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Также в первом чтении принят проект жилищного кодекса Абхазии. Документ представил депутат Резу Зонтария. В настоящее время в Абхазии действует жилищный кодекс, принятый в 1981 году. Разработка нового кодекса имеет цель в восполнении существующего пробела в законодательстве обеспечения конституционного права граждан на жилище и регулирование жилищных прав. Мы сегодня видим и имеем жилищное жилье, оно практически является сегодня частным. Все выкуплены многоквартирные дома, при строительстве новых жилищных домов, как право собственности передавать, что такое жилье, как оно принадлежит. Также и юридическим лицам может принадлежить. Практически все понятия и все принципы, которые могут регулировать данные жилищные все условия, прописаны в нашем законодательстве. Я его не смогу, наверное, сказать так за 2-3 минуты, высказать, но он готов к регулятору, он готов регулировать все жилищные и снимет много вопросов, связанные с теми коллизиями, которые сегодня сталкиваемся. Решением депутатов Центр специального назначения включен в структуру службы госбезопасности. Также погранотряд СГБ Абхазии переименован в погрануправление. Депутаты во втором и окончательном чтении приняли закон о стратегических объектах. В законопроектах рассмотрены объекты, которые могут быть отнесены к стратегическим. Это объекты оборонного производства, энергетика, недра, лесной фонд, объекты историко-культурного наследия, объекты, представляющие особую научную ценность и другие. В законопроекте содержатся нормы, не допускающие их приватизацию. Полный перечень стратегических объектов разрабатывается Кабинетом министров Республики Абхазия и представляется на утверждение в Народное собрание Парламент Республики Абхазия в течение трех месяцев с момента принятия настоящего закона. Кабинетом министров Республики Абхазия устанавливает специальные требования к режиму функционирования и эксплуатации стратегических объектов, направленные на обеспечение национальной безопасности. В случае чрезвычайных ситуаций президент Республики Абхазия в целях обеспечения защиты национальных интересов жизни и здоровья населения вправе вводить особый режим охраны, эксплуатации и обеспечения жизнедеятельности стратегических объектов, в том числе с использованием вооруженных сил Республики Абхазия. Стратегические объекты, находящиеся в государственной собственности, не подлежат передаче в собственность третьих лиц, а также иностранных государств. Земельные участки, на которых расположены стратегические объекты, не подлежат переводу из одной категории в другую. Парламент принял постановление о создании комиссии по проверке контрактных обязательств госкомпании Абстнергылера по строительству коттеджного поселка в селе Мачара Гулырбшского района. В комиссию вошли депутаты Инар Гицба, Демур Гогия, Дмитрий Маршанья, Нарсо Салакая. Что касается фонда репатриации, у нас проблемы с этим фондом, вообще проблемы в этом фонде давным-давно. Нецелевое использование бюджетных средств, в первую очередь. Когда, значит, у них это самые средства, которые предусмотрены по тем статьям, которые принимаются с законом, вами принимаются, направляются на другие расходы. Допустим, если это средства фонда, которые направляются на содержание репатриантов, они направляют, например, на строительство своего здания госкомитета. Это нецелевое использование бюджетных средств. Что касается строительства, именно по которому сейчас поднимается вопрос, это строительство коттеджей номер 3, 4 и 6. Значит, при проверке было выявлено, что были выданы авансовые платежи, своевременно было финансирование, все эти контракты, они продлеваются. Если сначала контракт заключается на 6 месяцев, он может быть продлен до 18 месяцев, и в конце вот даже 18 месяцев актов выполненных работ наши инспектора не увидели, значит, ни в апснерглора, ни у подрядчика. Продлеваются регулярно, работы не выполнены, актов нет. Ну, суммы авансовых платежей, допустим, это 25 миллионов, 33 миллиона, я думаю, их освоить за 18 месяцев их можно было бы, но, к сожалению, вот такая проблема существует в фонде репатриации. На время работы комиссии будет приостановлено использование средств из бюджетного фонда репатриации на 2024 год на сумму 93 миллиона 380 тысяч рублей, направленных на продолжение следственных работ, осуществляемых в госкомпании Апснерглора. Алика Трапшу Раму Камки, Абхазское телевидение. 57 аппаратов для майнинга изъяли в селе Лохны сотрудники службы госбезопасности и МВД по Гудаутскому району. Криптоферму демонтировали, аппараты доставили для хранения в МВД. По факту незаконного подключения к энергосетям ведется проверка, сообщает Апснапресс со ссылкой на администрацию Гудаутского района. Частный двухэтажный дом загорелся в столице по улице Адыгейской вечером 6 февраля, сообщает прислужба МЧС. Огонь тушили четыре пожарных расчета столичного пожарно-спасательного отряда. В результате выгорела одна из комнат дома и частично чердачное помещение. Пострадавших нет. Оказание доступной и качественной медицинской помощи детям – приоритетное направление Минздрава Абхазии. В этой связи работа детской республиканской больницы должна быть улучшена. Такую задачу поставил перед медиками больницы министр Эдуард Бутба. Детали мы теряли прислужба Минздрава. Министр здравоохранения Эдуард Бутба провел выездное совещание в детской республиканской больнице. Инспекционная поездка в медучреждение была вызвана участившимися нареканиями в адрес работы больницы со стороны граждан. Министр Бутба распорядился доложить о работе всех служб. Есть определенные сложности у нас здесь. Есть определенные нарекания. Минздрава обращаются люди. Надо эти вопросы нам сейчас здесь на месте отрегулировать. Это касательно, первое, лабораторной службы. Нам надо понять комплекс вопросов, о которых мы говорили. Вы знаете, что первоначально мы начали с детской нашей больницы по оснащению оборудования, эндоскопического и лабораторного. И другой ряд вопросов, которые здесь есть. Но до конца эти вопросы пока не решены. Поэтому я сейчас специально сюда приехал, чтобы мы могли разобраться. Первый блок вопросов – это лабораторная диагностика. Второй блок вопросов – это эндоскопическое оборудование хирургического плана, которое сегодня до конца не функционирует. Мне хочется спросить ни у хирургов тоже, ни у реаниматологов, какая ситуация, как мы ведем прием, как мы ведем диагностику, как работает оборудование, какие есть сложности. В ходе общения с врачами выяснилось, что на этапе инсталляции закупленного оборудования для хирургической службы возникли сложности технического характера. В этой связи оборудование задействовано не полностью. Министр поручил командировать профильных специалистов для введения приборов в эксплуатацию в кратчайшие сроки. Определенные недочеты выявлены в работе биохимической лаборатории учреждения. Министр Будба отметил важность оказания доступной и качественной помощи детям. Данное направление глава Минздрава назвал приоритетным. Реализацию вышеперечисленных мероприятий Эдуард Будба взял под личный контроль. Абитуриентам из Абхазии станет гораздо проще поступать в Белгородский государственный технологический университет имени Шухова, так как запускается Шуховская олимпиада для поступающих, которая будет проводиться по всем районам республики. Министр просвещения Налгавля провел встречу с директором Института организации и управлением набора БГТУ Сергеем Булгаковым, где обсуждались вопросы сотрудничества. Подробности в репортаже Ульяны Рожковой. Белгородский государственный технологический университет имени Шухова является ведущим университетом подобного профиля в Европе. Обучение здесь многоуровневое и многопрофильное. Сегодня в ВУЗе около 25 тысяч студентов, в том числе более 800 иностранных граждан. Одними из них являются и студенты из Абхазии – 86 человек. В этом году университет заканчивает аж 13 выпускников, которые уже приступили к написанию дипломных работ. Поставлена актуальная задача подготовить наиболее образованных в сферах физики и инженерии кадров, поделился министр просвещения Республики Абхазия Инал Габлия. Актуальная задача поставлена руководством страны – подготовить кадры для обслуживания нашего аэропорта, который вот сейчас на стадии реконструкции. Мы активно уже занимаемся совместно с нашими коллегами в правительстве. Этим вопросом мы отправляем абитуриентов в различные ВУЗы, Российской Федерации. И в этом году точно мы тоже этим вопросом будем еще активнее заниматься. Поэтому хотел бы услышать, какие возможности и наши абитуриенты предлагает БГТУ. Одна из старейших кафедр нашего университета – это кафедра автомобильных дорог и аэродромов. Она выпускает именно специалистов для того, чтобы обслуживать аэродромы и автомобильные дороги. Параллельно с выпуском этих специалистов у нас идет выпуск строительства железных дорог, транспортных тоннелей. И, соответственно, как никогда мы готовы взаимодействовать с министерствами Республики Абхазии для того, чтобы подготовить необходимых выпускников для работы на этих объектах. Но мы с вами, как никто, понимаем о том, что специалисты эти ценятся. И их работа, будем говорить, на этих объектах обеспечит и безопасность, и комфорт, и развитие Республики Абхазия. Теперь абитуриентам станет гораздо проще поступить в БГТУ, так как запускается Шуховская олимпиада для поступающих, которая будет проводиться по всем районам Абхазии. Олимпиада направлена на выявление молодежи с инженерным мышлением, рассказал Сергей Булгаков. «Наша Шуховская олимпиада – это олимпиада, которая направлена на выявление творческих и на выявление ребят, которые способны инженерно мыслить. Это направление, будем говорить, идет под эгидой нашего великого изобретателя Шухова. И эта олимпиада будет по математике и физике. Призеры-победители этой олимпиады будут у нас зачисляться в наш университет, и их олимпиада будет эквивалентным вступительным испытаниям». Белгород граничит с зоной проведения СВО, и поэтому вопрос безопасности студентов здесь особенно актуален. «После известных событий приняты все необходимые меры, чтобы обезопасить жителей», – говорит Сергей Булгаков. Также представитель БГТУ рассказал о новшествах в сфере обучения. «У нас ведется смешанный режим обучения. Те обучающиеся, которые изъявили желание в очном формате, мы их проводим занятия, все преподаватели находятся на своих рабочих местах и обеспечивают два вида образовательного процесса – и в дистанционном формате, и в очном формате. То есть у нас в аудитории стоят камеры, которые могут транслировать для тех ребят, которые в дистанционном формате изъявили желание обучаться, а в очном формате ребята приходят и в этой же аудитории проводят занятия». «Как было озвучено на совещании, в будущем планируют проводить множество совместных образовательных проектов. Сотрудничество с Белгородским государственным техническим университетом укрепляется и дает свои плоды. Абхазские студенты не перестают радовать своими успехами в учебе. С каждым годом их число растет и дает веру в светлое будущее нашей страны». Ульяна Рожкова, Заур Гварчия, Абхазское телевидение. Россотрудничество в Абхазии в соответствии с намеченным планом продолжает работу по квотной компании. Первый этап – прием заявок на учебный 2025 год завершен. На данный момент в разгаре вступительные экзамены, которые сдают и на базе Абхазского госуниверситета. Почему бетуренты российских вузов сдают экзамены в АГУ, расскажет Асида Малия. Аудитории физико-математического и экономического факультета в Абхазского госуниверситета оснащены по последнему слову техники. Аудиторию подключают к дизелю, и потому можно не бояться внезапного отключения электричества. Онлайн сдача вступительных экзаменов – как раз тот самый важный случай, когда необходимо не менее часа оставаться на связи. С трепетом начала экзаменов ожидают абитуриенты российских вузов, поступающих по лимиту Россотрудничества. Для кандидатов уровня образования аспирантура, ординатура, магистратура у нас проходит конкурс документов об имеющемся образовании, а для кандидатов, которые претендуют на уровень образования по калавриат и специалитет, у нас проходит непосредственно тестирование онлайн в формате прокторинга на платформе системы МФТ, это Московский физико-технический институт. Проходит экзамен у нас по двум профильным предметам. Имея опыт прошлых лет, Россотрудничество совместно с Абхазским государственным университетом в этом году проводит тестирование на их площадке, за что им огромная благодарность, потому что не все кандидаты, к сожалению, имеют возможность технически сдавать экзамены в домашних условиях. В принципе, это по желанию. Как пояснила Екатерина Власова, ранее вступительные экзамены в подобном формате проходили во второй Сухумской школе. Однако среднеобразовательное учреждение не могло удовлетворить потребностей из-за недостатка компьютеров. Абхазский госуниверситет откликнулся на просьбу со стороны Россотрудничества и не просто предоставил аудиторию, а взял на себя все заботы и обеспечил качественную услугу. Интернет 50 мегабит в секунду с бесперебойным электричеством позволит абитуриентам комфортно сдать экзамены. Каждый кандидат сдаёт у нас тестирование по двум предметам в зависимости от той специальности, которую он выбрал. Например, математика-физика, биология-химия или математика-русский язык, например. В АГУ у нас запланировано, в принципе, две аудитории. Размещаем мы в пределах 30-35 кандидатов. Все прибывают в назначенное время с паспортом. Всё это проходит, так скажем, легко. Просто они регистрируются заранее на экзамены на базе платформы МФТИ. И в день экзамена, так скажем, также сдают экзамены, как и все остальные в домашних условиях. Кандидаты для всех условия равны. Единственное, что получается, кандидаты прибывают в АГУ. Конечно, вступительные экзамены на базе АГУ сдают не все абитуриенты, а лишь те, кто по тем или иным причинам решил воспользоваться этой возможностью и записался заранее. Во всяком случае, Россотрудничество совместно с АГУ сделали всё возможное для комфорта абитуриентов. А вот насколько успешным окажутся результаты экзаменов, станет известно позже. О селе Амалиях Камила Джоупуа, Абхазское телевидение. В селе Гумасах Умского района при осмотре охотничьего жилища сотрудниками МВД обнаружено наркотическое средство в крупном размере и боеприпасы. Далее оперативная съёмка Министерства внутренних дел. В селе Гумасах Умского района при осмотре охотничьего жилища Кикернеева Геннадия Анатольевича 1968 года рождения сотрудниками уголовного розыска совместно с Милицией общественной безопасности отдела внутренних дел по Сухумскому району обнаружен изъят пакет с веществом растительного происхождения, как установлены экспертами и наркотическим средством марихуана. Обнаружен полиэтиленовый пакет черного цвета, с содержимым веществом, с исключительным запахом черного цвета. Видите? Что это вы думаете? Кому правильный длина? В стеклянной банке под навесом хранились патроны калибра 7,62 мм. По данному факту в отношении гражданина Кикернеева по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 2 статьей 223 и частью 1 статьей 217 Уголовного кодекса Республики Абхазии, возбуждено уголовное дело. Последнему предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в крупном размере, а также боеприпасов. Кеннадий Кикернеев содержится под стражей. Расследование проводит следственная группа Сухомского РОВД. Благотворительный концерт в поддержку Национальной картины галереи прошел в Абхазской государственной филармонии имени Рождена Гумба. Собранные средства в размере 103 тысяч рублей были зачислены на специальный расчетный счет Министерства культуры. Вся сумма будет направлена Национальной картиной галереи. О том, как прошел концерт и кто принял в нем участие, расскажет Рада Чичава. После трагического пожара, произошедшего в ночь на 21 января в здании Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии, когда был утерян Фонд Национальной картиной галереи, многие организации и просто неравнодушные граждане отозвались на беду, постигшую культуру республики. Из более чем 4 тысяч работ именитых абхазских художников в пожаре уцелело лишь около двух сотен полотен. Происшествие стало настоящей трагедией для каждого жителя нашей страны. Поддержку и помощь Национальной картиной галереи оказывают простые граждане, организации и учреждения, а также коллеги из других стран. Министерство культуры республики объявило о проведении благотворительного концерта для сбора средств, которые будут переданы картинной галереи. Мы организовали благотворительный концерт с нашими государственными коллективами, с артистами эстрады, чтобы вот эти все деньги, которые мы сегодня соберем, они попадут в фонд картинной галереи на приобретение картин. Это важно для народа Абхазии. Мы должны поддержать картину Национальной галереи, стать рядом. Благодаря концерту, в котором приняли участие заслуженные артисты республики, государственные ансамбли и многие другие, удалось собрать 103 тысячи рублей, которые будут зачислены на расчетный счет Министерства культуры и направлены Национальной картиной галереи. Министерство культуры открыло счет. Банки для пожертвования. Все деньги, вырученные сегодняшним концертом, а также 8 числа в Абхазском драматическом театре состоится показ спектакля Сымра. Все вырученные деньги, они попадают в фонд Национальной картинной галереи для приобретения картин. Да, на аукционах, чтобы пополнить. Это, конечно, очень сложно будет пополнить все, что мы потеряли, но будем стараться. Дождливым февральским вечером для жителей и гостей столицы, собравшихся в стенах Государственной филармонии, выступили артисты театра и эстрады, танцевальные, музыкальные и вокальные коллективы Абхазии, в том числе Кисау Хакба, Даура Руха, Абсны 67, Тимур Тания, Людмила Гумба, Мана, Государственная хоровая капелла, Хибла Мукба, Мадина Кварацхелия, хор Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца. Артисты с радостью откликнулись на предложение принять участие в благотворительном концерте, а многие вызвали самостоятельно. Будем петь духовную музыку на Дара Чанба, первую и третью часть. Мне кажется, у всех должно быть хорошее восприятие, душевное. Мы хотим помолиться. Как отметила Асида Шакая, заслуженная артистка Абхазии, принять участие в подобном мероприятии, безусловно, важно для деятеля культуры республики. Помочь чем только возможно в сложившейся ситуации желает каждый неравнодушный к родной культуре и искусству человек. Естественно, оно важно в любом случае, но хотелось бы, конечно, чтобы к этому пришли раньше. Может быть, и сегодня этой трагедии не было бы. После выступления артистов ведущий концерт Алхас Монаргия от лица Министерства культуры поблагодарил всех неравнодушных людей, принявших участие в благотворительной акции. Отдельную благодарность он выразил министру культуры России и братскому народу Южной Осетии, где также объявлен благотворительный сбор. Рада Чачава, Заур Кварчия, Абхазское телевидение. Рузрам готовится к большим гастролям в Москве. С 6 по 9 апреля абхазские артисты покажут зрителям шесть постановок. «В лучах», «Красавец мужчина», «Последний из ушедших», «Метод», «Софичку» и «Романс Кокаина». Спектакли будут идти на сценах Театрального центра, на Страстном и в Театре Этсетера. Стартовал переем заявок на международные конкурсы под общим названием «Родные просторы», сообщается на странице Россотрудничества в Телеграм-канале. В этом году конкурсы проходят по двум направлениям – видео и художественные работы. А их темой стали духовно-нравственные ценности, объединяющие жителей России и стран ближнего зарубежья. Участниками конкурсов могут стать юные соотечественники в возрасте от 12 до 17 лет. Победители и призеры получат возможность принять участие в летней смене лагеря «Детская республика Поленова» на живописном берегу реки Аки в Тульской области в августе этого года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин